Книга «Открытым оком». Восьмой том. Тема «Монашество». Вопрос 2108. Из чего вы могли узнать, что Игнатий Бринчанинов не имел евангельской веры? Ответ Игнатий Тихоныча Лапкина. Из его жития. Евангельская вера основана на Евангелии, а у него все на монашестве, на их вождях. Том 1, страница 9, кавычки открыты. Завеса, изредка проницаемая, лежала для меня на Евангелии, но пимены твои, твои сесои и макарии производили на меня чудные впечатления. Страница 12. Горел желанием узнать, где кроется истинная вера, где кроется истинное учение о ней, чуждое заблуждений и догматических, и нравственных. Страница 16. Димитрий сделался совершенным аскетом по душе, обложил себя творениями святых отцов, преимущественно подвижнического содержания, который, перечитывая с жадностью, еще более углублялся в самосозерцание и, видимо, охладел к светскому обществу. В плаче инока своем, так говорит он о себе, за удовлетворительным ответом, за ответом существенно нужным, жизненным обращаюсь к вере. Но где ты скрываешься, вера истинная и святая? Ах, в каком тягостном недоумении плавала душа моя! Троеточие. Эта мысль внушала изучить веру в источниках, в писаниях святых отцов. Прочитав одних, берусь за других, читаю, перечитываю, изучаю. Кавычки закрыты. Страница 20. Самое тело вопияло мне. Кавычки открыты. Куда ведешь меня? Я так слабо и болезненно. Ты видел монастыри. Ты коротко познакомился с ними. Жизнь в них для тебя невыносима и по самой немощи, и по воспитанию твоему, и по всем прочим причинам. Разум подтверждал доводы плоти. Но был голос, голос сердца, думаю, голос совести или, может быть, ангела-хранителя, сказывавшего мне волю Божию. Потому что голос был решительный и повелительный. Он говорил мне, это сделать твой долг. Долг непременный. Так силен был голос, что представление разума, жалостные, основательные и, по-видимому, убеждения плоти, казались пред ним ничтожными. Страница двадцать вторая. Кавычки открыты. Сердце вырвал у меня. Сердце, в сечу кровавую, на явную смерть. Звезда руководительница моя, мысль благая, пришла осветить мне в уединении, в тишине или правильные во мраке, в бурях монастырских. Кавычки закрыты. Иоанна. Иеремия 14 глава, 14 стих. И сказал мне Господь, пророки пророчествуют ложные именем Моим. Я не посылал их и не давал им повеления и не говорил им. Они возвещают вам видения ложные, и гадания, и пустое, и мечты сердца своего. Иеремия 23 глава, 21 стих. Я не посылал пророков всех, а они сами побежали. Я не говорил им, а они пророчествовали.